Меня зовут Азимов Джановдин, я из Таджикистана, я из факультета МО, здоровый курс. У меня вот иногда возникают сложности со своими подокрутниками, со своими друзьями, и они чаще всего задают мне такой вопрос, кто милее для Аллаха человек, который не считает себя мусульманином, но ведет себя подобающе, он делает правильные дела, или человек, который утверждает себя мусульманином, но ведет себя вообще не подобающе, но он утверждает, что он совершает намазы, делает обязанности. Спасибо большое. Спасибо вам. Перед тем, как ответить спорами, знаете, как всегда человек, верующий, он проводит диспуты. То есть бывают споры, иногда перерастают в какой-то конфликт и так далее, верующим должно быть такое. Или бывают люди спорят ради споров, это не хороший спор, есть хороший диспут, который приводит к цели. То есть опять же, например, смотрите, мы два человека, например, сейчас общаемся, и хотим достичь правды. Как позовутся? Смаиль, нет, про Асхат. Мы хотим, в каком-то вопросе разлагать власть. И если у него желание, цель, и у меня цель, достичь истины, то это хороший диспут. Но если спор ради спора, если человек понял, что он неправ, и дальше продолжает спорить, то это уже спор ради спора, называется это не хорошо. Поэтому в этот момент, что мы, я бы хотел, как Амархаян, мы фарси, да? Амархаян, адап нурес аз нури и логи биня барсау бирав харжа кихохи. То есть в этих моментах, где бы ты ни был, если у тебя у тебя гылка, ахляд, нравственность будет божественная, то тогда любой диспут, альхамдуля, вы сможете ничего доказать человеку. То есть именно должна быть цель, именно ради Всевышнего Аллаха, должна быть цель, чтобы от этого была польза, а не чтобы там только оправдать себя. Почему? Потому что обычно такие люди, мне тоже задают вопрос, это знаете, в контексте чего, он приходит мусульманин и не молится, и намаз не читает. И когда ему говоришь, что Всевышний Аллах приказал нам поведен молиться и так далее, и человек уже не для того, чтобы получить истину, а для того, чтобы себя оправдать в своих поступках плохих, или в своих, он что, начинает говорить, я не молюсь, я не пащусь, да, может быть, я там выпиваю еще, но я к людям хорошо отношусь, я честь, да, вот у меня сосед пять раз день молится, он обманывает, так далее, кто из нас лучше, я или он? Часто такой вопрос. Как ответить на вопрос, оба вы плохие. Почему? Почему? Потому что ты, да, у тебя, мы сказали, религия, это что? Для размышляющих. Нет, не, что это такое? Димя? Да, у тебя нарушенное отношение с создателем, у него нарушенное отношение с созданием. То есть ты непокорный Богу, Аллаху, он плохо ведет. Потому что религия, мы сказали, изначально это отношение между человеком и Аллахом, между людьми и так далее. Но, если человек молится, если человек пастится, человек набожный, невозможно, чтобы он был обманщиком, лгуном, кидалой, тираном и так далее. Почему? Потому что Аллах в Коране говорит, «Инна с саляты таля алиль фахшай уль-мункар» Намаз, молитва от человека, человек запрещает делать все плохое. Значит, мы говорим, брат мой, он молится, значит, он не искренне молится. Для чего он молится? Значит, Аллах, может, не принял его, значит, ему надо работать над собой, значит, моя молитва, может, не дошла до Аллаха, значит, он не принял, если я не изменился. Ведь Аллах... Вот намаз, смотрите, брат, намаз, вот сейчас мы постимся, мне какой-то из них совершить хадж. Это что? Это оболочка. Для чего? Для того, чтобы воспитать в нас нравственность. Правда, Мухаммад, саллаху алей салям, сказал, «Бу'исту ли утаммима макарма аль-ахлят» «Аллах меня послал для того, чтобы усовершенствовать благой нрав». Аллах, субхану ате-Алле, он говорит в Коране, «О, Мухаммад, твой нрав великий, нехороший, некрасивый, великий». И когда спросили супругу посланника Аллаха, «Какой же был нрав посланника Аллаха?» Его нрав был Коран, как будто ходящий Коран и оплодотворял это все в жизни. Значит, мы говорим человеку, ты молишься, постишься и так далее, значит, ты не понял суть молитвы. Намаз это для чего? Аллаху, еще раз, братья мои, субхану ате-Алле, сёстры, Аллаху, не нужны наши молитвы, Аллах от этого не разбогатеет и так далее. Для нас нужно, для того, чтобы измениться, это как оболочка. К чему призывают молитвы? К актуальности, к честности, к искренности. Утром просыпается, ночью, что именно обязанности. Берет омовение, чистоте, дисциплина. К чему нас призывает? Пророк Мухаммад сказал, «Вот сейчас мы постимся». Если бы в то время поста не оставил обман, не скажешь коронословие, плохие деяния, подлость, то Аллаху не нужна голодовка, чтобы он оставил питьё или еду. Не к этому призываю, чтобы он оставил набожными, богобоязнными. Поэтому, когда мы постимся, что мы для того, чтобы быть набожнее, чтобы Богу, к Аллаху, туда включается, и хорошее отношение к людям в набожности. Ко всем людям. Даже к животам даже, субханаллах. То есть, кто не проявляет милость, Всевышний ему не проявит милость. Хач мы собираемся, когда мы постимся, так же это нас побуждает, чтобы помогать нуждающимся людям. Вот мы целый день сейчас хотим кушать, пить и так далее. Есть наши братья и сёстры, какие-то нуждающие люди, которые целый год не могут покушать и попить. Мы делим своим имуществом для того, чтобы он подбодряет к этому. Совершаем хач, для того, чтобы вместе собраться, чтобы, аль-хамдалля, чтобы для единства и так далее. То есть, водой мы в храме там находимся, две накидки, два плотенца. Там, среди нас бывает и король, и провесили, депутат, и олигарх, и обычный там человек, и студент, и так далее. Все мы вместе молимся, для чего, чтобы было единство. Поэтому мы говорим, вот этому человеку, смотрите, скажите, нельзя так ставить на листе, кто лучше он и это?